Действительно ли гейзерная кофеварка делает хороший кофе? Или она уже устарела? Сегодня мы в этом разберемся. Для начала я расскажу, как ей пользоваться. Необходимо заполнить нижнюю часть вкусной водой до предохранительного клапана. Дальше вставляем корзинку для кофе и заполняем до самого верха. Трамбовать при этом не нужно. По крупности помола ориентируйтесь, чтобы частицы были чуть больше сахара. Это хороший размер для старта, а так можете экспериментировать. Хотя слишком мелкие лучше не делать. Дальше закручиваем, ставим на плиту и ждем. При закручивании прилагать особых усилий не нужно, чуть прижали и все. Так и уплотнитель дольше прослужит и разбирать легче. В моем случае заваривание заняло около 7 минут. Задача нагреть воду, чтобы образовался пар, который начнет выдавливать воду вверх. Как только вода начнет подниматься, можно убавить огонь. И как только услышим шипящий звук, сразу же снимать с плиты. Некоторые останавливают процесс заваривания, охлаждая кофеварку водой. Как по мне, это лишний шаг, который особо не повлияет на вкус. Готовый кофе сразу можно переливать в кружку. И если хочется, чтобы мелких частиц было меньше, выливайте не весь. Так часть осадка останется в кофеварке. Переходим к плюсам этого способа заваривания. Здесь не требуется мелкий помол, а значит измельчение зерен будет более быстрым и легким. Ее можно использовать в походе, на рыбалке или на даче. Для приготовления ее нужно всего лишь нагреть. При заваривании от вас мало что зависит. Кофе всегда получается стабильно вкусный. Еще один несомненный плюс для приготовления ненужной весы. Измерить необходимое количество зерен можно, засыпав их в корзину. Вкус кофе получается такой, к которому привыкло большинство людей. Его можно пить без молока и сахара. И это, наверное, единственный способ, в котором можно использовать любую степень обжарки, от светлой до темной. По вкусу напитка, наверное, ближе всего способа заваривания во френч-прессе и в джесве. При этом он будет чуть более выраженный, чем во френч-прессе. Со светлой обжаркой результат, конечно, получается не идеально чистый, как в фильтре. И, скорее всего, вы не почувствуете всех особенностей зерна. Но вкус другой. Он мягкий и приятный. Это культовый способ заваривания, и, конечно же, он никогда не устареет. Но если для вас важно разнообразие качества, можно ознакомиться с другими способами заваривания. Например, кофе-фильтр, аэропресс и, конечно же, эспрессо.